Доброе утро! Приветствую всех наших слушателей. У нас сегодня утро среды спортивная, как обычно. Телефон студии 65 10 99 и 6, код города 495. Если у вас есть желание оставить свои комментарии, то вы можете зайти на наш сайт finam.fm на страничку программы на своем поле. Мы в отбивке говорим о том, что мы рассказываем о том, как и чем живет индустрия современной спорта. Сегодня предлагаю немножечко конкретизировать и сузиться, но только на 60 минут, и поговорить о том, чем живет современная индустрия кикбоксинга. По этому поводу у меня в гостях чемпион Москвы, России, мира, а также заслуженный мастер спорта Михаил Герасимов. Миша, добрый день! Я думаю, что я все титулы и регалии ваши назвала, или у вас еще есть что-то, что мы забыли? Ну, есть еще. Есть чемпионаты Европы, Кубки мира, в принципе, все, что есть, кроме Олимпийских игр, то было выиграно. И то только потому, что кикбоксинг, увы, пока не Олимпийский. Да. Миша, ну скажите мне, пожалуйста, я так понимаю, что вам-то лет-то совсем немного, и не 50, и не 60. Вы, в общем, сам себе такой вполне юноша молодой. Как вы все успели? Ну, начал я заниматься кикбоксингом совсем с раннего возраста, это там с 8-9 лет. Потом был переход где-то в юниоры, у нас разная возрастная группа есть. Вот, там у меня была травма такая очень серьезная, что позволил мне два года не заниматься. Наверное, соскучился, потом опять вернулся. То есть запас вот этой вот прочности, он был в детстве, да, там. За счет этого потом уже пошел такой прогресс и вот выстрелил прям по мужчинам, когда начал выступать. Миша, подождите. В 8 лет начать заниматься кикбоксингом. Я понимаю, когда в этом возрасте отдают в какие-то виды спорта, ну, скажем так, общедоступные, общепонятные. Для кикбоксинга, где жесткий, в общем, силовой контакт и еще что-то такое не самое детское есть, как родители это позволили? Ну, у нас, значит, я сам с Саратова. У нас там была секция УШУ. И тренеры, они пробовали в кикбоксинге УШУ, то есть всеми, да, заниматься. И где пошло, там и туда и кидали, можно сказать. То есть начал заниматься УШУ, потом увидели кикбоксинг. Давайте попробуем. Начали пробовать, всем понравилось, все так начали. Ну, в 8 лет, наверное, я так увеличил, где-то в 9. Да, где-то в 9. Прибавили годик. Ну, то есть, знаете, с УШУ мы начали там потихонечку пробовать, да, там в перчатках стоять, а уже выступать, уже начали, конечно, да, вот в этом возрасте где-то на соревнованиях. Миш, смотрите, я когда готовила к сегодняшней программе, выяснила, что вы, в общем, достигли всех ваших титулов в звании и регалии в разных видах, я так понимаю, в, скажем так, подразделениях, да или как правильно называется направление? Сейчас объясню. В кикбоксинге много разделов, разделы называется. Это ринговые разделы, К1, Лоу Кик, Фулл Контакт. Это то, что привлекает, наверное, любителей крови. Это да, это то, что как раз профессиональные, вот вы смотрите по телевизору без шлема, без защиты, только перчатки, да, бррр. Да, это есть такое. Я этим тоже занимался, как раз именно в раннем возрасте, да, то есть в детстве именно этим. В основном, конечно, вот в Европе, в мире все наоборот. Сначала с легких разделов, потом жесткие переходят. У меня все это было... А, так вот поэтому вы сразу выиграли после травмы чемпионат мира и Европы. Наверное, да, потому что у меня ударов я не боялся, там, да, сейчас закончу мысль про разделы. И существует еще татами дисциплины, значит, бои происходят не на ринге, а на татами, то есть на площадке. Это лайт-контакт, легкий контакт, семи-контакт, который переименовали в поинт-файтинг. Это то, в чем вы достигли вершины. Да, ну я как бы и в лайт-контакте, но больше, конечно, в поинт-файтинге, потому что этот раздел стал мне, вот, когда я достиг возраста, который уже соображаешь что, где, как, и действительно этот раздел мне, ну... Понравился, да, приглянулся, пошел. Вот, и дальше есть еще музыкальные формы, кик-формс, это больше напоминает ушу, там нету взаимодействия соперников друг с другом, да, то есть один спортсмен выступает на площадке под музыку. То есть это то, что в других видах называется ката? Ну, наверное, да, но здесь можно и с оружием, и без оружия, оружие должен быть, ближе это к ушу, только с музыкой. Вот, и еще есть раздел новый, кик-лайт, вот, но он еще не входит там, ну, как бы он такой не очень популярный пока у нас в России. То есть вы в среднем, скажем так, разделе между очень тяжелым и между такими вот своеобразными... Вы знаете, поинт-файтинг, его очень тяжело отнести, вот, к какому-то разделу, все эти разделы, вот, которые назвал, ну, за исключением музыкальных форм тоже, они схожи, то есть везде техника присутствует, а рук там, с бокса, ног, с карате, там, тайского бокса, вот. А поинт-файтинг, он больше похож, даже, знаете, как на фиктование, но с ударом, то есть спортсмен начинает схватку, наносит удар, реферес останавливает бой, два боковых судьи, которые тоже находятся на площадке, дают сразу баллы, и назначается балл, и потом дальше продолжается поединок, то есть начисляются баллы сразу в поединке. То есть как такового поединка вот этого вот бесконечного боя нет, то есть удар, фиксация очка, продолжение балла? Ну, я бы не сказал, что фиксация... Или не останавливается бой? А знаете, когда вот я, допустим, бью, любые спортсмены бьют, да, они не бьют одиночный удар, и у нас удар, он не на меча, его надо, его надо бить, его надо бить, но не так, чтобы не с проносом руки, где это будет уже фуловое действие, будет наказано, вот, а бить, то есть хорошо бить, и, как правило, это делают серию, потому что у спортсменов в этом разделе кикбоксинга очень далекая дистанция, допустим, а в других разделах она близкая, вот, спортсмены работают в ближнем, там, к средней дистанции, у нас, ну, как на фехтовании, и спортсмен летит вот за два метра, чтобы заработать свой балл, нанося несколько ударов. Вы работаете и руками, и ногами. Да, здесь, причем, именно как раз, хочу сказать, в Европе и в мире, поинт-файтинг очень развит, это как раз и есть кикбоксинг, потому что он, наверное, соблюдает все принципы олимпийского движения, он очень массовый, мы ездим на соревнования, там, допустим, 2000 участников, и из них полторы тысячи как раз по поинт-файтингу, на клубах мира, да, там, очень непопулярные, вот, у меня в весе было, обычно к нам время, на чемпионаты, там, по 20, в фуловых дисциплинах тоже по 20, там, 25 человек, вот, на открытом чемпионате Ирландии, у меня было 84 человек в весе, это очень много. Вы начинаете в 7 утра, и где-нибудь там к 7 вечера заканчиваете уже. Вы знаете, там, ну, как бы, да, бывает такое, но там очень много площадок, то есть там порядка 15 площадок, на каждом бою еще здесь есть возможность заявляться в нескольких весовых категориях, то есть с одной площадки на другую, здесь правило будет туда-сюда, тренеры. У вас такой своеобразный кик-марафон? Да. Выдерживаете? Выдерживаю с помощью, там, тренера и ребят, и вообще, как бы, ну, а что делать? Иногда приходилось вот за день проводить по 8 боев. У нас, конечно, нет такой жесткости. А протяженность боя? На Кубках мира 2 раунда по 2 минуты. Ага, ну, это, в общем, еще лучше, чем 10 по 12. Ну, это профессиональное, у нас любительский кикбоксинг, у нас в любительском, что и в жестких разделах, допустим, на чемпионатах 3 раунда по 2 минуты, и у нас поинт-файтинг, это регламент такой. А профессиональное, это в зависимости от, допустим, ранга, там, вот, ну, в общем-то, какой бой, если он за звание, за титул, чемпион мира, то, да, он может пройдить 12 раундов, может, и 5 у нас в кикбоксинге. Миша, какие в поинт-файтинге у вас разрешенные удары? По каким, вернее, частям тела? Там же есть какие-то запреты, там, в лоу-кике, в фулл-контакте, все по-разному. Ну, в принципе, во всем, ну, в кикбоксинге везде разрешенные удары, это вот, не разрешенные удары, это пах, затылок, значит, вверх головы, ну, в спину, развороты. Ну, то есть стандартные варианты. Все остальные ноги, пожалуйста, в зоне доступности руки. Да, только смотрите, почему лоу-кик? Лоу-кик — это удары в бедро. В бедро, да. Да, поэтому у нас, допустим, нет его. Также К1, там разрешены еще колени, тоже колени у нас нет. Вот, у нас спортсмены выступают в штанах, а спортсмены, которые выступают в шортах, это то есть лоу-кик К1, соответственно, там можно бить и лоу, и коленями. Защита у вас есть на вас во время поединения? Да, защита очень хорошая, ну, футы, в принципе, везде. Спортсмен очень защищен. Причем так я скажу, что именно в поинт-файтинге разрешены дети, участие детей с восьми лет, по-моему, да. Да вы что? То есть вы в девять, когда начали, вы уже пришли поздно. Я не знал о поинт-файтинге. Я узнал о нем в 2007 году, наверное, я когда был на чемпионате. Нет, в шестом увидел его, да, и вот познакомился со своим тренером, он тогда тоже был спортсменом сборной. Мы там вот как-то садружились хорошо и потом начали вместе тренироваться. Я хочу продолжить мысль. Дети занимаются вот за границей, мы ездим на первенство. Просто на них, смотрите, одно удовольствие. Почему? Маленькие. Во-первых, у них, помимо нашей общей защиты, у них еще существуют маски, которые дополнительно защищают детей. То есть они такие пластиковые, все видно, но там и такие, знаете, маленькие, такие борются. Живчики. Да, очень интересно смотреть и судить. Вот я когда судил на первенстве мира, да, тоже тяжеловато, они борются. И вроде бы, знаете, у некоторых сразу прозвечивают вот это вот. Здесь игра мыслей, тактика важна. Спортсмен должен не там бить, побить, да, а обыграть соперника, сделать как бы из него дурака. Этот отдел очень интеллектуальный и технически развит. Слушайте, удивительно. Во-первых, вы рассказываете о кикбоксинге, как для меня, да, если выражаться обыкновенным языком, как о гуманном виде спорта. Да, во-вторых, вы говорите о том, что здесь нужен не только правильно поставленный удар ногами и руками, но еще и интеллект. Это для меня вот прям удивительно. Давайте мы эту тему обязательно с вами продолжим. Мы буквально сейчас на пару минут прорвемся. Напомню, что у нас в гостях Михаил Герасимов заслуженный мастер спорта, чемпион Москвы, России, Европы и мира по кикбоксингу в различных его версиях и контактах. Теперь правильно? Да. Возвращаемся через несколько минут сейчас на Финамо ФМ новости. Возвращаемся в студию 11.17 в Москве, о чем говорим сегодня, о том, чем живет индустрия современного кикбоксинга. У нас, пожалуй, самый яркий представитель в России направления по инфайтинг Михаил Герасимов. Михаил, еще раз вас приветствую. Мы с вами заговорили о том, что это достаточно гуманный вид спорта и, в общем, с удовольствием занимаются им по всей Европе. Насколько можно считать вас первооткрывателем или вы пошли по чьим-то стопам? Вы знаете, развитие поинт-файтинга, оно началось это с 2008 года, когда уже сформировалась какая-то группа, вообще план, его продвижение, развитие. До этого тренировал, ну, было так, отношение такое, то есть были свободные веса, кто хочет, кто едет. Спортсмены участвовали в поинт-файтинге из других разделов, что, конечно, было смешно. На международном уровне проигрывали 10-0. Там 10-0 это явное преимущество. Это просто позор какой-то, как говорил Швондер. Да, вот, и с 2008 года началось это развитие по программе. Возглавил ее вице-президент Юров Илья Сергеевич. Главным тренером стал поинт-файтинга Котов Андрей Владимирович, мой тренер, и Миткевич Андрей Генрихович, ему как бы помощь, но тоже тренер. Вот, и пошло развитие, значит, развитие как проходило? Приглашались иностранцы, тренеры, специалисты проводили здесь семинары. На всех семинарах, в принципе, я принимал участие. Ездили на сборы на международные. Была такая обкатка, и это было все новое. То есть, что я видел там, что мы все видели, да, даже кто ездил, было это очень интересно. — Миша, скажите, вот быть первым, это для вас скорее интересно было или скорее сложно? С одной стороны, вам в общем и конкуренцию никто составить не может, а для вида спорта, где нужны спарринг-партнеры, это безусловный минус. С другой стороны, понятно, что в любом случае вы станете чемпионом, и чемпионом, и рядом с вами никого поблизости серьезных соперников нет. — Да и то, и то, наверное, было так, потому что, когда, понимаете, не было у нас чемпионов, я стал первым чемпионом Европы в разделе Point Fighting в России. Их не было, и поэтому я шел на пролом, пытался сделать, добился своего. Конечно, потом уже, да, удерживать позиции тяжело. На российском уровне было до 2000 где-то 2012 года, ну не очень так вот, сейчас уже, то есть легко, я проходил на Россию, выигрывал все бои с явным преимуществом. И выигрывал также абсолютную весовую категорию в Point Fighting, очень интересно еще, хочу заметить, есть командный вид спорта, где команда из четырех человек участвует, да, друг против друга, баллы суммируются. И абсолютные первенства, это человек с любой категории. — Даже самых легких весов было разрешено удивительно. — Да, да, здесь же, смотрите, здесь идет акцент на скорость, причем тяжелые веса никогда не выигрывают, в практике выигрывают в основном легкие веса, такие как 63-69, так вот, где скорость... — Побольше. — Да, вот, ну и, в общем-то, да нет, никогда не боялся, и, в принципе, знаете, когда даже я выиграл, все равно мне хотелось биться, даже если я проиграл, ну, были такие случаи там вот на абсолютном первенстве, да, проигрывал, я не вижу ничего в этом такого плохого, нужно и проигрывать, чтобы потом в дальнейшем еще больше выигрывать. — Вы сказали, что до 2012 года такой конкуренции не было, я так понимаю, что что-то произошло, что сейчас народ, в общем, если так грубо говорить, валом повалил, что произошло? — Знаете, не то, что валом повалил, но уже появились спортсмены такие, не скажу, что прям конкуренция есть, все равно, если посмотреть чемпионат России, да, лидеры, вот они четко есть, и можно поставить на него, и он выиграет. Только вот в очень редких случаях, да, бывает, выигрывает другой, потому что конкуренции пока такой вот нету, допустим, целый год человек обкатывается, он ездит каждые там два месяца на соревнования, а другой не ездит, вот, и, конечно, у него опыт растет, растет, во-первых, и мотивация. — Ну, ему биться не с кем здесь, в России, если только он попадает куда-то на международные турниры. — Ну, у нас участвуют, знаете, в своей категории, у нас, ввиду того, что можно участвовать в двух весовых категориях, да, допустим, категории 57, 63, 69, вот лидеры есть в своих категориях, но есть по два, да, и они также участвуют еще в другой весовой категории, то есть, получается, лидеры 57 участвуют в категории 63, у тебя тоже есть свои лидеры, и получается уже между ними борьба. — Внутренняя конкуренция бывает. — Да, то есть, независимо там, кто меньше весит, этот больше, да, но все равно. — Миш, ну вот все СМИ взахлеб пишут о вашем поединке с Никитой Лапшиным из Самары, это ваш, я так понимаю, основной конкурент, это человек, с которым вы сейчас так вот между собой выясняете, кто сильнее? — Ну, нет, смотрите, мы с Никитой, Никита молодой спортсмен, я хочу еще сказать так вот, что... — Сказал 27-летний старый Михаил Герасимов. — Но для нашего поинт-файтинга у нас сборная, если взять, допустим, там лайт контакт фул, там 25 лет сборная, ну, фуле может быть, ну, примерно так, у нас же некоторые юниоры входят уже в взрослую сборную, потому что скоростные качества... — С возрастом уже уходят, да. — Вот, у него ходит опыт, но скоростные качества иногда это, и желание очень дикое, допустим, когда ты работаешь, уже нету, ты выиграл одно, второе, нету такой мотивации, а у них в глазах горит выиграть, причем все настаиваются еще на тебя. — А сколько Никите лет? — Никите, если я не ошибаюсь, по-моему, он сейчас на втором курсе, ну, в районе 20. — Ну, где-то около 20, а, ну, тогда, да, тогда разница в возрасте, конечно, существенная. — Да, и у нас, знаете, как было, значит, на любительском чемпионате России в абсолютной весовой категории, я ему проиграл на один балл, но у меня очень там была травма, плечо вылетело, ну, в общем-то, проиграл. Вот, и нам сделали профессиональный поединок, что тоже впервые среди мужчин, до этого сделали еще среди женщин, между моими одноклубницами Машей Семеновой и Ириной Мурашовой, тоже бой по профессионалам, да? — Так, у нас еще есть девушки. — Девушки в этом разделе очень активные. — Так, мы поговорим об этом чуть позже, хорошо, что дали тему. — Вот, и, в общем-то, организовали нам поединок, он был в ЦСКА, в спортивном 20 единоборств, вот, где-то бой проходил пять раундов, знаете, публика была в основном, конечно, наша, то есть кто-то были приходящие, да, но был такой прям бой хороший, у него была очень, знаете, трибуна целая там с транспарантами. — А это было вот в духе М1-овских или там боксерских поединков? — Нет, 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 там, дамы в соответствующих одежках из трех треугольничков, там, название раундов, музычка. — Нет, знаете, это было вообще такое ношество. Я даже на фоне этого, сейчас заканчиваю второе высшее образование, у меня диплом именно по моему бою, да, то есть включение в любительские соревнования, боя по профессионалам. Значит, у нас в этот день проходил чемпионат, по-моему, открытый кубок ЦСКА, где приехало очень много спортсменов со всех регионов среди любителей, ну, дети, уверен, и в рамках этого чемпионата проходил наш пробой. То есть все дети увидели вот этот вот красивый бой, обеды вот эти, да, действительно, потом у меня там было 30 минут времени, как раздавать автографы, меня никто не отпускал. — Миша, у вас можно смело в дипломе написать популяризация кикбоксинга на любительском чемпионате путем профессиональных поединков. — Именно так. — Ну, наверное, вопрос, который так или иначе возникает, и вот сообщение от нашего, я понимаю, постоянного слушателя Ивана, когда занимался боксом, иногда были шуточные бои. Я как боксер и друг с М1, тренер мой иногда дрался с кикбоксером, дрались по правилам сначала одного, потом другого вида спорта. Было ли у вас такое, и по вашему мнению, что более мощно, бокс или классический кикбоксинг? — Ну, когда я начинал, у меня было и по Саввату я дрался, и по боксу, причем я выигрывал, по-моему, по детям, первенство вооруженных сил в Саратове, который я говорил по боксу, да. Все у меня было, но самое жесткое, все равно, мне кажется, это кикбоксинг. Бокс, он более такой вот олимпийский, правильно, очень много там правил, которые... — Опять-таки ноги не работают. — Защиты, да, ноги не работают, но сейчас, допустим, делают там вот на предыдущих чемпионатах, там перчатки, которые тяжело там нокаутировать, да, там спортсменов. Вот, и он не настолько зрелищный, как кикбоксинг. Кикбоксинг очень зрелищный, даже любительский. — Давайте-ка поговорим про девушек. Вы меня очень заинтриговали. Я, насколько знаю, у вас еще и супруг занимается кикбоксингом. Мало того, она у вас тоже чемпионка Европы. Вот женщины и кикбоксинг в России, это как понятия между собой коррелируются? — Ну, на самом деле, я не сторонник того, чтобы девушки занимались кикбоксингом или боевыми единоборствами, да. Но у меня жена, она занимается музыкальными формами, да. Она мастер спорта по художественной гимнастике. — Она за красоту отвечает в кикбоксинге. — Да, знаете, здесь очень приятно смотреть, мне нравится. То есть она крутит там нончаки, палки, всякие, прыгает с сальто, ноги выше там, ну, поднимает, держит очень красиво. Под музыку еще, вот, и сама от этого прям... — Получает удовольствие. — Да, огромное. — И мужа радует, и болельщиков. Но, в принципе, девчонки, я так понимаю, идут. Девушки идут именно потому, что здесь безопасность больше, чем в других разделах. Вот у нас две девушки. Одна сейчас чемпионка мира Европы, тоже выиграла все, что можно. Ирина Мурашова, она сейчас занимается тренерской деятельностью, покинула сборную. Вот, и Мария Семенова. И так-так скажу, что Маша сейчас готовится к чемпионату. Она тоже выиграла сейчас триумфально кубок мира в Австрии, который, ну, считается одним из самых-таки лучших, потому что, знаете как, на чемпионат у нас ездит только один человек от страны. То есть там проходит отбор, а на кубке мира хоть пять, хоть десять, поэтому там большое количество народа. И она выиграла в самой престижной своей категории, ну, не весовой, а абсолютном первенстве, где собрались... У нее было немного соперников, там где-то человек двенадцать, но каждая соперница была чемпионкой мира в каком-то там в одном свесе, там, в кубке годе. — Миш, только одно уточнение. Мы про поинт-файнтинг говорим или про музыкальную форму? — Да, про поинт-файнтинг. — Боже мой! — Я перешел так быстро. — И девчонки, в общем, смело идут и не боятся, и занимаются, и выигрывают наши? — Да, вот у нас Маша Семенова, она и хорошая моя подруга, ну, просто она выиграла с таким хорошим преимуществом. — А что послужило толчком к развитию вот и мужского, и женского вашего раздела в кикбоксинге? Вот наверняка же было какое-то событие, пытаюсь от вас добиться. Может, какой-то указ, может быть, кто-то что-то выиграл, может, вы там какой-то там диплом свой защитили принародно. — Я понял. Просто появилось финансирование этого раздела, да, где раньше крайне ездили финансов, ну, спортсмен оплатить, он вошел в сборную, и никто его не оплачивал, если только свой регион, да. А кикбоксинг не настолько был привлекательный, вообще о нем никто не слышал, да, у нас. — Да, кикбоксинг, в принципе, не привлекательный с точки зрения государственного финансирования из-за неолимпийского вида спорта. — Да, да, да. Вот, и никто на него деньги выделял, никто не ездил, потому что понимали, что там выиграть нереально, да. Вот, а здесь по финансированию, то есть ты подаешь сборную, все, тебя финансируют, даже первые чемпионаты отдавались денежные премии. Ну, они были там, по-моему, совсем маленькие, 10 тысяч, да, но все равно для людей, которые уедут с регионов, да, и там зарплату 6 тысяч, да, это, в принципе, хорошо было. И оплачивали еще полностью поездку, и все, и такой, понимаете, возник интерес, это действительно интересный вид спорта, его даже, как бы, кикбоксинг я бы вообще отдельно отнес, вот он не похож на другие, да, вот, разделы. И толчком, наверное, какая-то, вот, знаете, такая группа образовалась, энтузиастов, все, развитие, все, с одних регионов, со вторых, с третьих, начали именно, понимаете, я тоже, когда тренировался, я тренировался и лайтом, и сэмми, и даже тренировался одним сэмми, но уступал по лайту и выигрывал, за счет того, что у меня дистанция, у меня очень хорошо работают ноги, в кикбоксинге очень, все работают со мной руками, особенно жестко взял, и ноги до кучи, то есть, выигрывает. У меня же на работе, к примеру, была вот в том же Лайтконтакте, там, в раунде у меня там 50, там, 80 ударов ногами. Я поняла. Мы продолжим рассказывать об успехах не только Михаила Герасимова, но и всего российского кикбоксинга буквально через две минуты. Не переключайтесь. Отличный, знаете ли, у нас сегодня получается спортивный разговор, вид спорта, который пока был не очень популярен, но сейчас набирает обороты и способствует в том числе и популяризации кикбоксинга в России. Наш сегодняшний гость Михаил Герасимов, заслуженный мастер спорта, чемпион всего, чего только можно, по всем, каким только можно, разделам кикбоксинга. Миш, мы с вами остановились на том, что появилось финансирование этого вида спорта, и, соответственно, появились более высокие результаты, появилась, скажем так, массовость. Кто стал финансировать? Этот вопрос мы пока упустили. То, что финансировать, просто поддержка такая. Ее оказывает наш вице-президент Юров Илья Сергеевич. Нас в каждом разделе, как бы, вице-президенты, действительно, без такой помощи, да. В первую очередь, конечно, хочется отметить нашего вообще президента Федерации кикбоксинга России, Рэндина Юрия Николаевича, да, который вот за счет него все держится, да, в кикбоксинге он и вкладывает большие деньги туда, и развивает, находятся другие спонсоры, да, в разных разделах, в каждом разделе здесь существует вице-президент, который, как бы, помогает развитием, вот, в общем, ну, все равно, конечно, этого не хватает. Еще побольше. Ну, сборная, понимаете, у нас очень большая сборная, и я так вообще считаю, что нужно еще, помимо взрослых сборных, да, которые едут на чемпионат, развивать еще детские, юношеские. Вот в поинт-файтинге у нас сейчас программа, вот в этом году как раз выезжают дети, то есть со взрослыми, да, допустим, 5 человек взрослых, и еще берем детей, то есть на будущее, потому что они вырастут, взрослые уйдут, кто будет, их надо обкатывать, их надо это, надо, ну. А есть хорошие ребята, которые вот придут на смену вашему поколению? Да, есть хорошие ребята, причем они с разных регионов, и с Нижневартовска, и с Москвы, и с Пскова, и с Самары. Мне даже детский чемпионат сейчас смотреть очень интересно, накал страсти очень такой хороший. Обычно только родителям интересно смотреть за детскими. Ну да, количество, понимаете, я смотрю это с профессиональной точки зрения, и вижу уже у детей проскакивают такие взрослые манеры ведения поединка, уже в голове он думает, он начинает соображать, как обыграть, что сделать. Интеллектуальный вид спорта кикбоксинга. Да, да, да. Миша, а вы тренируете, или вы пока занимаетесь, собственно, практикой своей кикбоксинга? Я тренирую, и, в принципе, когда я сам выступал в Москве, да, здесь, я тоже тренировал. Но не получалось, конечно, так тренировать, потому что очень частые разъезды, да, там, вот, и часто очень дети оставались в таком не тренировочном состоянии. Тренирую сейчас активно, выезжаем на соревнования, возим вот, ну, где-то в месяц на соревнования точно на одно выезжаем, может быть, на два, если здесь есть в Москве. А сами тоже продолжаете выступать? Сам я, знаете, так это, взял паузу, очень, конечно, такая охота, потому что тянет, всю жизнь занимался, да, но и тренер мне говорит, не надо, зачем тебе это надо. Я сам это понимаю, на самом деле, нужно заканчивать, потому что… Уйти красиво умеют немногие, нет? Знаете, это неважно, для меня это неважно, уйти красиво, меня всё равно все знают, все знают, что, там, я выигрывал, всё. Мне это просто нравится, мне нравится. Скучаете? Да, я прихожу на тренировку, просто поспаринговаться, здесь нет опасности, что меня там… Нет, конечно, у нас существует и нокдаун, и нокаут, и когда спортсмены друг на друга налетают, да, столкновение, но это везде, это во всех видах спорта существуют какие-то, да. Да, можно и с велосипеда свалиться, не приведи, господи. Вот, очень нравится спаринговаться, конечно, вот этот адреналин, победа, вот этот, его не хватает. Спрашивают слушатели с портала, приходят вопросы, вам предлагали ли, Михаил, договорной бой? Есть такое понятие, как продажные бои в кикбоксинге? Нет, ну, смотрите, в профессиональном кикбоксинге, не думаю, что он достиг такого там уровня, да, что тут будут какие-то договорные, да, поединки какой-то в боксе, вот, там, с боксерами, с известными, да, там, связано. Нет, здесь нету, здесь любительские чемпионаты, я даже, когда выходил, знаете, со своим, там, младшим товарищем по команде, да, в финале, вроде бы, в отступе нет, выигрываю меня, и всё. Да, тренируйте на будущее чемпионов таким образом, я так понимаю, чтобы не расслаблялся к быстрым победам. Да, 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 мне тоже приятно, знаете, прийти и вот поспринговаться, чувствую, что я могу тоже что-то подсказать ребятам, да, там, вот, которые младшие, и также, когда я работаю с ними, если тренинг смотрит из стороны, а я работаю уже с ними, и я вижу его ошибки, да, допустим, я потом пройду в конце, там, в развивалке скажу, вот, этот исправь, вот этот исправь. Хотя, знаете, я это ещё делал, когда был спортсменом, и потом выходил с ним в бою, и чувствую, что она уже не делает эти ошибки, мне становится тяжело, думаю, да, зачем я это сделал? Михаил тоже вот спрашивает, ладно, договорной бой, а деньги за бой, за какой-то вы получаете? Получал один раз только за профессиональный поединок, но профессиональный, это кометочка, да, это здесь должна быть составляющая денежная, ну, это, опять, там, 25 или 30 тысяч рублей, по-моему, за выигрыш. Я так понимаю, что вы, в общем, все, и вы, в частности, такие энтузиасты кикбоксинга, и готовы и работать, и на детские турниры ездить, и популяризировать ради того, чтобы этот вид спорта развивался. Да, мне это нравится, в общем-то, так получается. Вы говорите о том, что в чемпионатах России принимают участие ребята из самых разных регионов, вы могли бы обозначить, может быть, несколько центров развития ярких, крупных этого вида спорта в нашей стране? Да, это Surgood. Знаете, у нас просто есть клубы, которые занимаются только поинт-файтингом, то есть узкой специализацией, она очень важна. Вот я начал говорить потом, закончу сейчас. Я когда перешел, приехал в Москву, начал заниматься только поинт-файтингом, и тогда пошел результат. Именно тогда, потому что ты настраиваешься на одном, манера ведения боя одна, если переключаешься, то ты уже... Ну, понятно, хорошо успевать там, где ты профилял. Да, вот, сделать надо ставку на одну. Вот я сделал ее, я ее выиграл. Значит, это Surgood, полная, большая команда приезжает постоянно на чемпионаты. Самара, очень хорошо, они как бы профилируют еще там тэквондо, но в поинт-файтинге очень много выступают. Москва, конечно, наш клуб ЦСКА, мой клуб, дюж, трудовые резервы. Нижневатовск, Омск, забыл совсем Омск, да, очень сильная команда. А почему Север так? Вы не первый, кто говорит о том, что развивается именно борьба. Вот буквально несколько программ назад у нас были представители Федерации Самбо, и они тоже говорили, что Центр развития как раз Красноярск, как раз Сибирь. Почему именно там, на Севере? Не, ну я бы не сказал, что там, да, просто я помню, что они приезжают, и когда мы варимся все, вот, допустим, у нас в Центральной, да, в России, получается, там, Белгород, мы все друг друга поймем. А когда мы приезжаем на чемпионаты, приезжает Омск, Сургут, они приезжают не часто, но они сразу приезжают с большой командой, они мне так вот запоминаются, они действительно как бы развивают только это. А так, конечно, много, и вот Белгород развивают, потом там, какие там, Тольятти. Ну, то есть много на самом деле, да? Да, Краснодарский край, Краснодарский край, да, много-много, просто полные, да, большие такие команды массовые, да, вот именно вот эти, которые я назвал. Миша, смотрите, как мне кажется, у кикбоксинга, как и у любого другого единоборства или спортивной борьбы, ее разновидности, достаточно сложная задача. Их существуют десятки, мне кажется, сотни разновидностей, от всем известных ушу и тэквондо до вашего, например, направления по инфандингу, а еще есть КПР, и все, что хочешь, все можно найти в любом спортивном зале любого провинциального города. Вот каким образом, может быть, вы привлекаете в свою секцию ребят, вот чем вы их привлекаете, и почему вы говорите, ребята, у нас лучше, у нас интереснее, чем в тэквондо, или у нас интереснее, например, чем в ушу? Знаете, я никогда не говорю, интереснее там, ну, в другом виде спорта, я все виды спорта оцениваю очень с профессиональной точки зрения, ну, качественно. Каждый вид спорта достоин существовать и достойно, что в нем занимались, ну, спортсмены, да. Ну, приходят, я просто рассказываю родителям, как, что, чем мы занимаемся, что мы ездим в лагеря, что-то, и родители, наверное, сразу от отношения к делу, да, ведут детей. То есть не от спорта идут, а от личности тренера и от личности человека, который возглавляет голову. В том числе, да, потому что приходят родители и говорят, мы вот не хотим, чтобы он били, там, чтобы вот так вот, да, а я говорю, у нас, в принципе, нет такого раздела, что вы видите по телевизору, да, там, кровожадность такой. Да нет, у нас непрофессиональный вид спорта, во-первых, да, любительский и раздел легкий для детей. Потом, если, понимаете, спортсмен действительно обладает, там, сильным ударом и уникальность, пожалуйста, это как начальная стадия такая, да, и продолжение, там, 200, но если не идет, ты можешь перейти в другой раздел. Это очень неудобно, но много разделов, много вариантов, да, там, вырос он, обладает сильным ударом, все, переходит в другой раздел. Ну, и у нас методика, значит, стараюсь в игровой манере все вести, с детьми постоянно общаемся, дружим, я их постоянно там что-то подкалываю как-то, да, они меня, мы ездим на соревнования, я им даю такую, знаете, хорошую роль, они отрываются от родителей, да, у них там такое происходит, ты думаешь, ладно, пусть. Они, наверное, вас обожают, ваши детки, которые занимаются. Да, вот я сейчас организовываю лагерь детский, причем туда едят не только с Point Fighting, ну, у нас, в принципе, с, ну, с нескольких регионов, ко мне приезжают, там, с Белгорода, с Омска, с Ростова, с Саратова, и даже приезжают, допустим, братья, сестры берут, потому что родители знают, что хорошее отношение, говорят, возьмите, пожалуйста, еще брата, сестру там, да, потом, которые, в принципе, могут и заниматься, просто, да, увидят это все, они смотрят, да, мы хотим заниматься. А есть перспектива у кикбоксинга стать олимпийским видом спорта? Это вопрос, который очень хочется задавать представителям всех неолимпийских дисциплин, потому как они всегда мечтают войти в олимпийскую семью. Ну, конечно, есть, причем у нас это проделывается большая работа, мы сейчас зашли в ГАИСФ, это федерация такая, которая считается предолимпийской, да, вот, рассматривается. Расшифруйте, пожалуйста. Вы знаете, это самая государственная ассамблея исполнительных федераций, да, по-моему, так, вот, в общем-то, да, у нас сейчас активно, допустим, если раньше не было там антидопинговых, да, то сейчас вот я ездил техническим делегатом на чемпионат России по лайтконтакту, да, от федерации кикбоксинга России, приезжали туда антидопинговая комиссия, финалы, до этого я, в принципе, не видел такого, но это уже, значит, как-то организация развивается. А в Олимпиаду, ну, у нас кикбоксинг не является ничем национальным видом спорта, это, наверное, плохо, да, потому что если бы вот так вот какая-то нация начала, эта страна начала его пропагандировать, да, какие-то страны подключились, а так... А нет ни одной страны, где кикбоксинг был бы вот таким основополагающим и... Мне кажется, нет. Нет? То есть это вот в пристяжку к чему-то? Наверное, как-то, наверное, да. Вот. И, конечно, очень тяжело, наверное, будет разобраться, когда такое количество разделов, да, вот, сделать какой-то из них один олимпийским, да, другие убрать, естественно, тоже тяжело. Но все равно надеюсь. Я, конечно, надеялся, что его акты сделают, потому что были предпосылки, наш президент Международной Федерации Энио Фальцони даже на сайтах писал, что встречались с Жаком Роге, общались, какие-то будут там изменения, что-то надеемся, что будет олимпийским. Я, на самом деле, так немного ждал, думал, это делать олимпийским, и я еще 4 года эти буду пахать, потому что у меня появилась бы дополнительная мотивация. Завоевать еще олимпийского недалеко. Конечно, это очень... Смотрите, когда вот сейчас олимпиаду, очень тяжело, когда ты видишь, да, ты, в принципе, тоже и пашешь, и тренируешься, очень много делаешь, да, вот, но нет олимпиады, нет такого вот... Как вас поддержали бы сейчас представители Федерации Самбо, рукопашного боя, которые только-только, да, провели там первые два чемпионата мира, как им тоже, наверное, хочется в олимпийскую семью. Но, тем не менее, у вас, наверное, самый главный турнир — это чемпионат мира, как я понимаю. Да, чемпионат мира, посмотрите, у нас проходит так, год мир, год Европа, и они являются самыми главными. Но появился еще один турнир, даже не турнир, а соревнование Всемирные игры боевых искусств, которые в этом году будут проходить в Питере. Они проходили в 12-м году, они проходили в Пекине, вот, сейчас будут проходить вторые в Питере. Это, как бы, получается, отбор на них был на чемпионате Европы, в европейской части, там, в Америке панамериканский, да, в Азии, и будет восьмерка на этих играх. То есть это будет лучше из лучших. Можно ли это назвать такой вот вашей собственной олимпиадой в рамках боевых искусств? Наверное, да. А знаете, она очень престижная, ее, так это, пропагандируют, ее даже, по-моему, по телевизору, по Первому каналу рекламируют, как вот, наряду с чемпионатом мира по легкой атлетике, с Олимпийскими играми в Сочи, да. Вы поедете в ней участвовать? Я в ней участвовать не буду, но я буду участвовать в организации, в техническом. Мимо вас тоже не пройдет? Нет, не пройдет. Я уже ездил туда, как технический делегат от Федерации кикбоксинга России, посмотреть объекты соревновательные. Я продолжу, вернее, мы с вами продолжим буквально через несколько минут. У нас в гостях чемпион мира по кикбоксингу Михаил Герасимов. Возвращаемся в студию. 11.48. Все меньше и меньше времени для нашего разговора и так много вопросов. Мы говорим о виде спорта, в котором можно заниматься с 6-7 лет и к 27 достичь всех званий чемпионских регалий и титулов, в том числе и мировых. У нас в гостях человек, который проделал этот путь, Михаил Герасимов. Миш, вот сейчас я постараюсь как-то корректно задать вопрос. Если кто смотрит нашу трансляцию, а это все возможно сделать на сайте Феном.фм, то вы можете увидеть, что Михаил у нас, в общем, такой блондин с голубыми глазами, что, как мне кажется, достаточно большая редкость для этого вида спорта. Я открыла вчера список нашей команды и поняла, что половину фамилий даже я прочитать не могу. С большим опытом все как-то люди из кавказских каких-то республик, из азиатских. Вам не обидно, россиянину, что так много людей, вот как бы это помягче сказать, не наших там? Да нет, знаете, даже вот, они в основном, вы, наверное, смотрели сборную, это в жестких разделах. Если открыть поинт-файтинг, вы увидите там совсем другие, да? Вот у нас, в принципе, нет таких регионов в наших разделах, в легких, они все профилируют жесткие разделы. Там, знаете, все хорошие ребята, на самом деле, у всех практически... Я ни в коем случае их не обижаю, но просто вот почему-то наши парни не идут в эти виды, а ребят с Кавказа, пожалуйста. Где-то, знаете, где-то проигрывают, все равно у них больше такой настроен, но не могу это объяснить. Генетически предосположено, наверное. Может быть, они больше этим всем занимаются, да? У нас где-то там, здесь в легкие разделы уходят, да? Поэтому, в общем-то, так получается, наверное. Ну, они добивают своего результата. Вот если посмотреть, то смотришь там, например, на борцов, на вольников, и много же ребят и с Азиатских республик, и с Кавказа. А у наших, может быть... Вот знаете, говорят, у легкотлетов есть там у кеницов длина бедра на 2 см больше, чем у европейцев. Они бегут быстрее. Может быть, вот что-то в такое в морфологическом строении. Я так думаю, что здесь нет, здесь тренировки, постоянные тренировки, постоянные... Вот еще в регионах, понимаете, я когда жил в Саратове, да, там нечего делать, кроме чем тренироваться. В Москве очень тяжело достичь вот таких... воспитать суперчемпионов, да, потому что здесь... Отвлекаешься? Да не то, что отвлекаешься, даже вот родители приходят, и дети там некоторые избалованные. А там у кого-то, если мы едем в соревнования, вот с региона мальчик, он медальку хочет, а этот поиграть в Xbox или что-то еще, да. То есть такое. А там, конечно, там тренируются только вот этим, живут. Вы меня, конечно, удивили продолжением предложения о том, что в Саратове можно только тренироваться. Я вам сказал, что в Саратове можно там попить где-нибудь каких-нибудь пенных напитков, пойти там двор на двор подраться. Можешь тренироваться? Нет, я просто когда жил, допустим, понял, что что делать, надо тренироваться, и там мотивация, ну, даже не могу это объяснить. Здесь действительно много всего, что может отвлечь тебя, да, от этого, да, вообще можно подойти в другую там сферу, да. А там кто-то тренировался, все, вот я выбрал свой путь, я буду тренироваться, допустим, может быть, кто-то другой там выбрал там в науке, да, вот и все. И если здесь ты можешь там пойти работать и будешь зарабатывать, то там нет такой возможности, там маленькие зарплаты, как в всех регионах. Но, к сожалению, да, вы не жалеете о том, что поменяли свое место жительства, знаете, в связи с чем вопрос? Вы такой подвижник кикбоксинга, вы всячески его продвигаете сначала там своими победами, теперь участвуя в воспитании подрастающего поколения там и в продвижении вида спорта. Но вот ваш город остался без вашего участия, или вы все равно как-то так подтягиваете ребят оттуда? Да, это я подтягиваю оттуда ребят, и вот Максим Фадеев сейчас, парень, который вот я даже когда там тренировался, тренировал, его помогал, да, он сейчас здесь тоже выиграл Кубок мира, потихонечку тяну, и помогаем, и там вот еще тоже есть девушка одна, тоже, которая, в принципе, хорошо входит в сборную. Знаете, если бы я не переехал в Москву, я бы не достиг этих титулов. В Саратове это точно, потому что там я уже перерос со своих тренеров, уже не могли им не дать. Здесь, конечно, в Москве, здесь и финансовая составляющая, я мог ездить по турнирам там в месяц по два раза, благодаря Андрею Котову, своему тренеру. И, в общем-то, действительно, здесь другой уровень тренировок, вообще, и мотивация, конечно. Ну, понятно, что на мировом уровне, на чемпионате мира вы были впереди планеты всей. Кто еще из стран развивает кикбоксинг так, чтобы вот действительно соперничать за самые высокие награды на мировых тренировках? Понял. Самая сильная сборная – это сборная Венгрии. Венгрии? И, знаете, все школы, вот эти, они очень разные, очень разные. Ирландцы, англичане тоже сильные. Какие-то школы бьют сильно, какие-то, наоборот, обходят это, да, то есть стараются быстро нанести и уйти от удара. Это очень интересно смотреть. Фехтующая, да, такая, как я почитаю? Фехтующая есть, это даже, знаете, ноги, да, это ногами очень работают американцев, к примеру, или у венгров, там у некоторых такие ноги, к которым ты просто не подойдешь. Вот он даже будет выступать в лайтконтакте, он и там выиграет, потому что, ну, к нему не подойдешь. У него нога стоит выше своей головы, и она идет, и не падает никогда. Миша, а вы, когда выигрывали звание чемпиона мира, в финале с кем боролись? Нет, у меня был чемпионат Европы здесь, да. В финале боролся, знаете, в финале даже не столько сильный спортсмен был, сколько было до этого сильных спортсменов. У меня был до этого чемпион мира действующий, он вылетел, не дойдя до меня. Потом был чемпион мира, тоже в другом, это я с ним уже работал, выиграл его, в принципе, баллов на 7. И потом был бельгийский спортсмен, он финалист первенства мира был, вот у него выиграл. Вы знаете, здесь психологическая очень составляющая, очень тяжелая. Я в этом раунде вел баллов на 7, и в третьем раунде упустил это, и он сравнял счет. Ну вот психология, знаете… Мне кажется, такое возможно только в женском спорте, когда… Нет, знаете, я даже просто не понимал, что делать. Как я тогда выиграл, по сути, он должен был, он перехватил инициативу, должен меня дожать и выиграть. Ну вот получилось, нам добавили минуту, и на добавочной минуте я выиграл балл, удержал его и дали победу. Знаете, эту победу была… Он сам, наверное, не ожидал, да, что он вдруг так вас… Ну да, но это, знаете, это моя ошибка была, я начал куда-то лететь, у нас же здесь стратегия, тактика. То есть ты ведешь, не надо тебе идти, но удерживай баллы. Слушайте поединок. Да, потихонечку, то есть не идешь, вроде бы давишь, но не идешь на него, да. Слушайте, вы открываете для меня какие-то непостижимые истины кикбоксинга, а тут и футбольные какие-то такие терминологии применимы по отношению. Это финал, очень часто в финале ставишь на дно, выигрывает другое, потому что психологически спортсмен, допустим, не смог это сделать, а здесь психология очень важна. И знаете, для меня это сладкая победа была, потому что если бы я выиграл 7-0-8, ну было бы, а здесь я бы выиграл победу. И, конечно, у тренера моего, у него там, наверное, вообще волосы все посидели. А какая школа была против вас? Представлена чья? Бельгийская. Бельгия. Тоже сильная, я так понимаю. Да, сильная, она причем молодая еще, спортсмены очень хорошие, они, я так понял, наверное, вышли тоже с тэквондо. Знаете, у них очень дисциплинированные спортсмены, то есть не кричат, у нас очень много, знаете, такой вид спорта, где там крики, постоянно что-то там кричат секунданты, вот этот еще эмоциональный такой подъем, он дает, знаете, соревнованиям хорошую атмосферу. Если вот так вот, может быть, несколько обобщенно, мы можем сказать, что существует русская школа гикбоксинга и поинтфайтинга, в частности, мы говорим там венгерская, американская, итальянская, есть русская? Да, у нас, причем, знаете, в последнее время даже в немецкой газете написали о нашей школе, о том, что у нас есть некоторые представители, Егор Рябчиков с Белгорода, мой хороший друг, он уже два раза посылает нокдаун, хороший, то есть спортсмен нарывается на него, да, на ногу, у него такая незаметная нога, он его кидает очень жестко, а спортсмен летит за два метра, и, конечно, там сразу падает, вот, и вот о нем написали, и вообще русских говорят, что они очень сильно бьют, и они очень жесткие, и это очень хорошо. Вот, собственно, вас нокдаун когда-нибудь посылали? Нет, знаете, я даже когда работал в других разделах, мне в жизни не отсчитывали нокдаун, как-то избежал этого. То есть я, может быть, и сам получал, не помню, то есть звезды были какие-то, но это когда в других разделах, здесь не было такого, но так, были удары, но я очень, это… Гуманный вид спорта, гуманный. У нас, к сожалению, остается совсем немножко времени, последний вопрос от нашего слушателя. Расскажите смешную историю с профессиональной карьерой, очень хочется настроение поднять, хотя, мне кажется, оно и так, в общем, вполне себе настроение. Вот у меня был такой случай, у нас входил в один из разделов кикбоксинга аэрокикбоксинг, это кикбоксинг смесь с аэробикой, да, то есть типа как тайбо, вот направление такое. Я когда в 2007 году приехал на Point Fighting, увидел это своим тренером, и так подумал, а что мне выступить, где вообще, да, выйти, сделать бой с тени под музыку. И вот в 2008 году я выиграл это, там даже со степом, я там познакомился с своей женой, попросил, мне так подошел, то есть, вы знаете, как сделал просто, вот, импровизацию. Вышел, музыку, потихонечку сделал, у меня чувство ритма присутствует, вот, улыбка. В общем-то, и попросил сначала без степа, потом, дай, пожалуйста, степ, да. Первый раз встал на степ, начал ходить, выиграл чемпионаты эти, и потом, на следующий год был последний в этом разделе чемпионат мира, также выступил, причем там уже так это подобрал музыку, мою Марусечку, там сделал, типа, присядки, весь зал просто, вот, просил меня хлопал, просил на бис это еще раз сделать, да, выиграл. Но это было очень забавно, это всем нравится, руководителям, и наши тренеры потом в жестких даже разделах сказали, блин, как здорово, Миха, ты, да, круто. Это было в аэрокейкбоксинге чемпионат мира? Ну, он проходит у нас как чемпионат мира, проходит, допустим, один проходит, два чемпионата мира в октябре и в ноябре, и, допустим, здесь три раздела, и там три раздела, то есть там поинтфайтинг, он ходил в фулл контакт, аэрокейкбоксинг, музыкальный форма, а в других раздел там К1, Лоу. И вы, в общем, стали чемпионом мира нежданно-негаданно с Марусечкой на степе, еще и с женой познакомились. С женой, да, именно за счет этого познакомились в 2008 году. Эко вы удачно, Михаил, съездили. Я искренне поздравляю вас с вашими наградами, я искренне желаю вам побед и на ваших других профессиональных, связанных с кикбоксингом поприщах. Вы замечательный собеседник, я вас благодарю. Напомню, что у нас в гостях был Михаил Герасимов, заслуженный мастер спорта, чемпион Москвы, России, Европы и мира, по всем видам кикбоксинга, которые только есть, и станцевать тоже можешь. Жаль, у нас не телевидение, вот нам, может быть, что-нибудь мы продемонстрировали какую-нибудь Марусечку. Спасибо. Спасибо. Я прощаюсь с вами ровно на неделю. Мы вернемся в студию спортивными программами на своем поле в следующую среду. И желаю всем по-прежнему болеть за наших и оставаться здоровыми.